Добрый день! Новый год наступил, но вот новый год по восточному календарю еще впереди. Что накрыть на стол, что приготовить и чем угостить желтую собаку и себя любимого вместе с другими гостями? Кстати, в этом видео будет несколько рецептов, очень актуальных блюд к такому торжеству. Итак, угощаем гостей и желтую собаку. Встреча восточного или китайского Нового года – праздник, к которому лучше подготовиться заранее. Потренировать печень и освободить пару сантиметров в районе талии для вкусностей точно не помешает. Но самое главное – составить меню для праздничного ужина. Хотите, чтобы символ года проявил к вам поистине собачье дружелюбие? Тогда вот эти блюда просто обязаны быть на праздничном столе. Попробуем создать новогоднее настроение еще раз. Признайтесь, вы тоже верите, что как встретишь Новый год, так его и проведешь? Что ж, даже если все эти суеверия совсем не про вас, разнообразить праздничное меню и объединить его общей темой всегда интересно. А вдруг и правда принесет удачу? Чтобы собака верно охраняла ваш дом целый год, побалуйте ее, ну и себя в первую очередь, вот такими тематическими вкусностями. Мясо на кости – собака будет довольна. Собака – отменный охотник и знатный любитель мяса. А потому главенствующую роль на праздничном столе следует отвести мясному. Чем больше мяса, тем лучше. А если еще и на кости, так вообще замечательно. Ведь какой пес откажется погрызть аппетитную косточку? А потому идеальным выбором станет отбивная или сочный стейк на кости и, конечно же, печетные ребрышки. Много мяса и большая кость – дайте две. Не хотите слишком долго возиться с костями – ограничьтесь тогда одной, но большой. Свиная нога, запеченная в пиве, точно порадует желудки всех гостей. Не забудьте подать ее с горчицей или хреном, а также маринованной капустой. Именно так делают чехи и поляки, а они знают толк и в свинине, и в пиве. Бонус – рецепт маринада для самых вкусных и новогодних ребрышек. Ребрышки в таком маринаде лучше жарить на решетке, часто переворачивая и каждый раз добавляя при этом немного соуса для ароматной корочки. 20-30 минут будет вполне достаточно, но не больше. Не пережарьте. Картофельный гарнир. Просто, сытно, вкусно. Перед этими продуктами не устоит ни одна собака. Благо, вариантов гарнира из картофеля не счесть. От рогу с овощами и жаркого в горшочках до классического пюре и пирога с картошкой и мясом. Если хочется привнести что-то новое в хорошо известное старое, а символ года этот прием точно оценит, то приготовьте картофельный гратен. Не знаете, как гратен готовить? Ловите рецепт, нет ничего проще. Итак, бонус – рецепт картофельного гратена. Картофель и сыр – беспроигрышное сочетание, особенно в компании с алкоголем. Картофель нарежьте ломтиками, вложите в стеклянную форму, посыпьте солью, перцем и тертым чесночком. Залейте эту красоту сливками и посыпьте тертым сыром. Запекайте около 20 минут в духовке, разогретой до 200 градусов. Периодически проверяйте готовность зубочистка или кто как привык, можно на зуб. Чем больше мяса на столе, тем лучше. Это могут быть маленькие бутерброды канапе и классическая мясная нарезка. Но куда оригинальнее сделать тарталетки с разными начинками на основе мяса. Проявите фантазию. А если лень, вот вам готовый рецепт изумительной начинки для тарталеток. Итак, начинка для тарталеток из курицы и апельсина. Тарталетки классная закуска вообще. Значит, филе отварить в подсоленной воде. Мелко нарезать. Все ингредиенты нарезать и смешать между собой. Залить майонезом и заправить тарталетки. Сверху посыпать кедровыми орешками. Все просто и вкусно. И еще. Хотя бы один желтый салат. Обязательно. Поскольку символ наступающего года не просто собака, а желтая собака. Проследите, чтобы на столе было побольше блюд этого жизнерадостного цвета. Ну, хотя бы один салат просто обязан быть желтым. Если мимоза и прочая классика из детства поднадоела, попробуйте вот такое красивое блюдо. Тоже, кстати, на цветочную тему. Рецепт салата «Желтые тюльпаны». На каждом помидорчике сделайте разрез крест-накрест. Ложкой достаньте сердцевину. А вместо нее положите начинку. Из мелко нарезанных крабовых палочек, яйца и моцареллы. Перемешайте с майонезом и базиликом. Красиво выложите на большом блюде и украсьте стеблями из зеленого лука. Апельсиновое желе – легкий десерт в конце тяжелого застолья. Именно эти фрукты должны стать основой для праздничного десерта. Поскольку главные блюда и закуски получились весьма питательными, порадуйте гостей легким и тонизирующим желе из апельсинов со взбитыми сливками. Да и штрудель собаке понравится. Ну, гостям тоже. И если хочется чего-то потяжелее, яблочная шарлотка или штрудель станут по-домашнему уютным решением. Ведь собаки любят домашнее тепло куда больше холодной конуры. Не так ли? Ах да, не забудьте дополнить выпечку шариком сливочного пломбира. Замечательно. Яркие коктейли – идеальное дополнение к вечеринке. Чтобы организовать желтой собаке радушный прием, приготовьте для нее бодрящий коктейль на основе цитрусовых. А можно и не один. Прекрасным решением станут коктейли с лимончелло. Ярко, легко и никакого похмелья. Коктейль «Морской полдень» на основе лимончелло. Смешайте все ингредиенты в шейкере и залейте в бокал со льдом. Просто и красиво. А вот теперь от каких блюд стоит отказаться? Ну, во-первых, это блюдо из рыбы. Уж лучше мясо. Ну, просто потому, что охотник собаки мясо как-то больше по душе. Второе – это блюдо из конины. Никакой экзотической колбасы. Свободолюбивое животное этого не потерпит. И третье – все, что хоть как-то связано со словом «собака» или «дог». Ну, как тут не обидеться. Хот-дог, корн-дог и прочие американские вкусняшки лучше отложить на потом. А то собака как-то не поймет. И еще, я вас умоляю, после большого количества спиртного никаких консервов «фо-дог». Уж такого фамильярничания собака не простит. Проявите фантазию и не бойтесь кулинарных экспериментов. И год точно будет не только суперудачным, но и очень вкусным. До свидания.